Привет, друзья! Сегодня я хочу нарисовать абстрактную картину типа маков, что ли, таких голубовато-белых и на синем фоне. Поэтому я выбрала такие акриловые краски, как черная, желтая, белая, синяя и акриловая краска, но она перламутровая, такая голубая. Мне понадобятся также разные кисти, например, вот такая широкая, она более такая средняя кисть. Также мне понадобится вот такая кисть рисовать лепесточки. Маленькая, чтобы рисовать тычинки, она жесткая. Ну и также, возможно, еще пригодится вот эта тонкая, опять средней жесткости. Я не знаю, как по-художественному это все называется. Я называю простыми названиями. Для картины или для панно я взяла рамку, которая размер 42 на 30. Она у меня старая, как вы видите, вот такая с фоном. И теперь я буду ее перекрашивать. Для этого я беру синюю краску. И рисовать я уже давно не рисовала, поэтому не судите строго. И большой кистью делаю вот такие мазки. Делаю мазки толстые и прокрашиваю хорошенько верхнюю часть моей будущей картины. Провожу мазки до низу, не бойтесь. Все потом мы нарисуем, будет красиво. Это только начало. Вот. Теперь вы видите, у меня этот фон старый закрашивается. И получается так. Затем я беру немножко краски голубой. Она у меня перламутровая и жидкая. И немножко я проливаю. Вот таким образом. И распределяю, размешивая вместе с синие тоже делаю мазки. Поднимаю сверх немного, вниз. И делаю такие мазки. Хорошенько распределяя краску. Тоже по краям не забываем. Здесь, где немножко капли, тоже я ее растягиваю. Затем я беру белую краску. Как вы видите, кисть я не меняю. Я крашу одну и той же. Как я сказала, это будет абстракция. И вот краска, видите, густая. Проливаю белой краски. И распределяю уже в нижней части. Опять мазками. Делаю таким образом. Если у вас краска попадет на стол, лучше защитить стол, конечно. И если попадет, то держите под рукой, пожалуйста, какую-то тряпочку влажную или салфетку, чтобы это все затем вытереть. Так распределяем. Теперь я беру вот такую плоскую кисть и все это вместе соединяем разными мазками. Разными линиями. Вверх-вниз я не делаю поперек, как вы видите, все время вдоль. Сильно голубую не доводим до низа, а больше стараемся протянуть белую красочку вверх. Мы видим, как краски смешиваются у нас. Получается такой интересный эффект. И затем можно еще синюю краску вниз, между рядами протянуть. Вот, и затем вытираю кисть и беру уже вот прям сверху, протягиваю синюю краску. Обтираю я облаженную салфетку мою кисть, чтобы краска не собиралась у меня на кисти. И таким образом делаем фон. Краска акриловая сохнет быстро, но не забывайте, что краска акриловая, она будет иметь немного темнее цвет, чем сейчас. И поэтому имейте это в виду. Если вы берете, значит, пример синюю, она станет темнее. Вот, и голубая так же. И так делаем фон. Теперь я беру кухонную салфетку, она у меня хорошо отжатая, влажная. Комкаю ее и делаю вот такие вот движения, чтобы немножко разбавить наш фон. Посмотрите, как красиво получается. Более естественно, сейчас поближе покажу. И уже наши линии, такие сильные, не выделяются. Переворачиваю. И так же на белом фоне. То есть мы не тянем сверху вниз, наш белый вот этот фон, а распределяем белый снизу вверх, синий сверху вниз. Так, в принципе, уже достаточно хорошо выглядит. Теперь мы будем рисовать цветы. Теперь я беру черную краску и вот тонкую кисть. Буду рисовать стебелек. Ну, я так примерно буду прикидывать, где будут мои цветочки. И рисую тонкие такие палочки. Один цветок здесь, другой, например, вот, который побольше будет вот здесь. Я делаю немножко закругления, такое вот, как стебелек он все-таки не имеет, прямую форму, да. Третий цветочек у меня пойдет вот отсюда. Например, вот так. Пожирнее можно немножко провести. Вы видите, что я, в принципе, не сушу краски, прям рисую по краскам, как они есть. И четвертый цветочек у меня будет, ну, раз это абстракция, то он будет где-то вот выглядывать со стороны, скажем, вот здесь вот. Я нарисую свисающую такую веточку. Ну, так вот. Теперь рисуем чаши листик. Я, если рисовала вот острым углом кисти, теперь я буду проводить плоско кисть и рисовать вот таким образом. Раз. И один здесь повыше. И один вот здесь вот. Вот так. Здесь у нас я делаю такую вот луночку для цветка большого. Здесь маленькую такую. Вот рисую. И на свисающем цветке я делаю три, как бы, вот листика. Или лепесточка, да? Таких вот. Так, так, так. Теперь я беру синюю краску, вот такую плоскую кисть и буду рисовать цветок. Я буду рисовать большой сначала. Делаю вот такие вот линии. Ну, типа гвоздики, да? В все стороны провожу широкие линии. Немножко смешивается с черной краской. Это даже красиво. Так же я делаю вот здесь. Тонкую линию провожу. И потолще. Ну, здесь можно. Так. И я делаю так же. Вот здесь будет у меня еще один цветок, которого сейчас не видно. Я сделаю просто мазки. Таким вот образом, да? Он будет выглядывать тоже у нас из-за края. Так. Вот. Сделаю мазки. Смешивается с белым. Это даже хорошо. Теперь я беру выше. То есть на большом цветке я рисую примерно вот 7-8 сантиметров выше. Вот такие линии синие. Густые синие линии. И стороны. Типа гвоздички. И вот здесь тоже сантиметра 4 вверх. Тоже рисую густые линии. Кончики немножко размахрим. И где еще мне нарисовать-то? А, ну да. Синей краской я нарисовала. Теперь нам понадобится белая. Я мою и вытираю на сухо кисть. Далее я набираю белой краски. Кисть у меня теперь чистая. И рисую белой краской вот здесь таким вот образом цветочек. Делаем три штриха и центральный немножко длиннее. Теперь я рисую большой цветок. Опять беру белой краски побольше. И начинаю ну можно ее сюда. Начинаю проводить вот такие вот закругленные линии. Таким образом. С этой стороны. И вот заходя немножко на чашелистик. с этой стороны. И вот заходя вот на этот голубой цвет. Получается вот так. Сейчас я подниму немножко. Сама не вижу, что рисую. Так. Немножко заводим вот сюда. Так. И получается вот так. Ну можно немножко взять пошире. провести здесь еще. Таким образом. Вот. Теперь я обтираю кисть об влажную тряпку. Чтобы избавиться от голубого оттенка. Он пока не нужен. Опять набираю белой краски. Побольше. И что я делаю? Теперь я делаю мазки вокруг вот этого голубого поля. Я делаю мазки вот таким образом. Вот так. Вот так. Немножко заходя на голубое поле. Обтираю голубую краску. Чтобы у нас ее не было. Как я сказала, это абстракция. Картина абстрактная. И мы вот кто не умеет рисовать, как раз можно таким образом нарисовать картину. Беру опять белой краски. И опять провожу. Так. И вот так. Получается у нас уже типа цветочка что-то подправляем, где нам кажется, что не хватает краски или каких-то линий. Ровненько проводим. Лишнюю краску можно убрать. И вот здесь тоже. И здесь мы видим у нас также вот этот синий цвет. Мы берем и его растягиваем немного на белый. Здесь вот кончики. Синий цвет на белые лепесточки. Только сверху. Снизу так не делаем. Снизу у нас остается синий. Так. Теперь здесь также можно синий протянуть на белый. получается вот так у нас. Теперь рисуем вот этот цветок, который поменьше у нас с левой стороны. таким же образом опять беру белой краски и делаю мазки. Вот отсюда начинаю закругляю. Вот так. Еще с этой стороны. пошире можно взять. Все время берем краску на кисть и мазками жирными промазываем. Так. И заходим вот здесь немножко на синее и с синего на белое. Снизу размазываем. теперь обтираю кисть опять будем красить сверху белой краской. Берем белую краску и опять немножко закругляем и делаем форму цветочка. Так и вот так. И теперь вот здесь синего опять проводим. Можно взять тонкую тонкую кисть, но я уже этой краешком слегка прикасаясь растягиваем синюю краску на белые лепесточки. Получается вот так. Теперь я рисую так ну здесь можно протянуть по длине немножко. Вот вроде все. Теперь я рисую вот здесь крайний цветок. Опять обтираю кисть. Беру белую краску и рисую такой бутончик отсюда, который выходит вот таким образом. Смешивается немного с черной не страшно. и рисуем бутон. Вот так. Как вы видите, мы ничего не сушим, а вот как есть рисуем. Можно аккуратно здесь провести линии и немножко черным зайти на наш бутон. Вот так. теперь рисую вот этот пятый боковой цветок. Здесь я провожу белым вот таким образом, как бы немножко его прикрывая. Вот так. Потом вот отсюда полукруг, здесь по прямой. и мы видим, что краска наша смешивается с голубой. Это не страшно. Тут будет у нас такой цветок более смешанный с голубым. так. Ну и провожу опять с синего штрихи большие по рисунку, как вот идет рисунок цветка. Провожу штрихи, как бы соединяя синий с белым. Ну и здесь можно даже слегка добавить голубого. Так, вот здесь вот краска я перемешиваю и немножко внутри добавляю голубого. Совсем немножко. Так. Теперь мне кажется, вот этот угол правда получился пустоватый. можно здесь тоже нарисовать какой-то небольшой цветочек. Например, вот таким вот образом полукругом белой краской. Она у нас смешана с голубой типа выглядывающего бутона. Так. И добавить снизу немножко голубого. Таким вот образом. я беру желтую краску небольшую кисть жесткую и делаю капли как будто тычинки. сейчас подвину картину поближе, чтобы было видно. Вот таким образом делаю такие тычинки густой желтой краской. кое-где опять беру чтобы она у нас немножко вот плотность имела эта краска. Жидкая не пойдет. так ну а здесь снизу можно почаще и покрупнее сделать таким вот образом так вот кишми не заходя на наши лепесточки. Вдалеке одиночные а здесь у нас более крупные более такие слитые ну как вот в природе бывает они выглядят немножко слитые вместе. так теперь я рисую на этом цветке также тычинки на синем фоне на лепесточки не залазим рисуем одиночные и по низу мы рисуем более слитные крупные не забываем макать в краску как я сказала я не художник но что-то в пятом шестом классе рисовали картины брали мы на выставку сейчас охота припомнить что-то знаете вот я вижу на дачах у многих в общем на даче свозят всякую сячину но мне хочется кто хочет красиво отдыхать со вкусом устроить себе на даче чтобы было то лучше сделать конечно своими руками вот такие картины можно это сделать на картоне конечно и еще у нас остался вот этот цветок который у нас сбоку выглядывает везде где синий фон я ставлю вот такие вот тычинки поэтому чтобы хаос на дачах у нас не было например где-то на веранде на летней кухне можно сделать своими руками более красивые вещи к этой картине я еще буду делать поделки разные и вот так за 20 минут или максимум за полчаса можно сделать такое простое панно или картину да как я называю ее мы можем немножко подправить я возьму черной краски отодвину подальше вот черная краска у меня я макаю кисть и ну просто вот убираю лишнее совсем немножко чтобы у меня было на кисти на тонкой тонкой и черный цвет добавляет нам четкости резкости и вот здесь вот такими тонюсенькими линиями я обозначаю низ цветка да не делаем реснички но делаем как-то здесь кучку здесь тоже а здесь по одной линии также можно провести вот здесь на бутончике тут уже есть краска черная немножко возьму отсюда и пройдусь вот так и мы сразу видим как сразу хорошо выделяется наш рисунок ну как я сказала черной краски надо немного можно провести вот здесь кое-где протянуть черную краску и таким образом перемешать немножко синий то же самое проделываю и на этом цветке слегка вот это черный так делаем обрамление и проводим тоже здесь по центру слегка лучи не перекрывая синюю краску пусть она у нас виднеется вот таким вот образом немножко закругляю так теперь ну бутончик у нас так уже весь спона размазанный размазанный ну можно его подправить например да то есть взять и придать какие-то вот штрихи формы круглые и протянуть прям наверх ну и одну вот здесь центральную тоже можно протянуть на бутончик здесь тоже в принципе мы можем провести такие небольшие черные штрихи только совсем немного мы не должны перечеркивать но только подчеркивать в принципе вот а ну вот здесь еще да давайте здесь тоже проведем немножко черноты придадим бутончику живости так перемешивается краска как вы видите синий с белой из-за этого получается очень красивый эффект и так давайте посмотрим посмотрим сверху что у нас получилось а получилось у нас вот такое панно я думаю что на даче будет смотреться оно прекрасно тем более я сказала что мы сделаем еще для этого панно подходящие поделки как вы видите что тот кто не умеет рисовать может нарисовать себе для дачи вот такое панно 20-30 минут и панно готово итак если вам понравилось как вы еще не подписались что серьезно ну кто не подписался подпишитесь пожалуйста ведь я не зря трудилась для вас и да заходите в гости будьте здоровы и много много счастья пока пока и да кстати в жизни оно выглядит намного симпатичней моими кривыми ручками я вот это сегодня сделала что вы не что вы вы не